я всем привет с вами александр и вы на канале ворс полстров сегодняшнем выпуске мы будем говорить с вами о заливке армопояс позади меня стоит сейчас миксер с бетоном и одноэтажный дом точнее пока еще здесь один этаж установлена опалубкой сделано армокаркасы под армопояс и под балки и сейчас мы будем заливать армопояс я покажу весь процесс от начала до конца расскажу о всех тонкостях нюансах которые нужно знать в процессе заливки армопояса погнали и так начали сливать истер 7 ты точнее 6,7 куб у нас его запланировано и начинаем все сливать сюда заполнять ведра соответственно вручную потихоньку все дело поднимать наверх заливка вручную конечно занимает дольше времени и сама по себе более трудоемкая но в этом случае это оправдано тем что на первых опалубка сделаны из у блока углу точнее опалубка не сделаны из у блока сделан из у блока внутри здесь какой момент во первых тонкая стенка 250 блок достаточно тонкая стенка и его на самом деле достаточно легко сколоть особенно когда заливаешь насоса то есть сам наконечник насоса болтается где-то может сам оператор насоса да не совсем аккуратно там его подвинуть можно ударить в торец блока к примеру его расколоть ну может быть это конечно излишнее опасение но все же это лучше залить вот таким образом то есть чуть чуть подольше без насоса но зато безопасней и точно не будет никаких проблем то что касается здесь из-за тонкой стенки здесь у нас опалубка получается грубо говоря из сотого блока тоже до вероятность того что где-то например там недостаточно положили клей на каком-то из блоки как бы это в целом не критично но это может быть критично если где-то какой-то опять же блок просто упадет во время заливки все это посыпется там часть бетона выльется это будет геморрой это все можно восстановить но это просто лишние проблемы поэтому мы приняли решение просто заказать бетон завода но не пользоваться сегодня автобетона насосом потому что так будет безопасней и лучше для всех окружающих и для нас как для исполнителей и так и для заказчика имеете ввиду что когда вы заказываете бетон без насоса и подразумеваете его разгрузку вручную на подачу миксером дается один час если вы заливаете больше то за последующие часы нужно платить то здесь например мы сразу до предупредили на забетонном заводе предупредили водители что мы будем заливаться точно больше часа и соответственно не сразу нам выставляет простой который оплачивается потому что ну за час это надо очень много народу начал 15 чтобы за час можно было выгрузить практически 7 кубов бетона и так балки сейчас наполовину пролили плавненько специально нагружаем то наполовину пролили эту наполовину пролили и сейчас будем уже вибрировать половину про вибрируем потом зальем остаток опять же про вибрируем и подгладим уже верха что все было ровненько и не осталось никаких раковин поэтому вибрировать обязательно нужно вот здесь в общем то не так критично потому что здесь уже нет не такая большая ширина небольшая высота тут всего лишь там получается 20 на 25 грубо говоря здесь уже все-таки 40 на 25 здесь лучше вибрировать и так часть термо пояс по периметру уже залили вышли на балку так в принципе не слышно что долго вот сейчас уже мы сколько получается там процентов 30 где-то залили прошел полтора часа где-то в итоге наверное часа 33 даже 4 уйдет на заливку но все аккуратненько плавненько без спешки и соответственно качество тоже не хуже чем было бы это с насосом кабель у нас как я предыдущем видео показывал вложен где-то в одну где-то в две нитки так как сечение балки небольшое обматывать ее нет смысла полностью по периметру как это делается правильно но так как погода сейчас где-то около 0 там даже плюс 1 плюс 2 так что это будет достаточно все кабель греет мощность если кому-то интересно у него около 60 ватт на метр погонный то есть тут у нас идет 75 метров 33 тысячи ватт 3 киловатта всего специальный прогревочный кабель нкпб 75 метров здесь всего у нас ушло около одна бухта 50 метров другая 75 метров это полностью по одной нитке где-то по две потому что был перекрест на все балки и армопояс так сейчас еще здесь про вибрируем все это здесь в общем то так как течение небольшой геррирует не обязательно вот здесь вот вибро вибрируем все вот эту вот балку большую может объем бетона большой когда снимем опалку могут остаться раковины здесь тоже конечно вибрируем но я к тому что здесь не так это критично многие вообще когда вручную заливают вибратором не пользуются особенно на армопоясе но мы как бы эти не пренебрегаем потому что желательно вибрировать чтобы не было раковин не было пустот чтобы нормально все было заполнено и так друзья все у нас значит процесс заливки закончен балки залиты армопояс залит все про вибрировано заглажено ждем где-то наверное 45 дней уже будем начинать монтаж плит перекрытия на этом наш выпуск подходит концу если вам понравилось обязательно ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны также имейте ввиду что у нас есть инстаграм и тикток где мы тоже постоянно публикуем интересные видео на тему строительства и проектирования всем пока